Сегодняшнего вебинара запись идет. Михаил, попрошу тебя тоже включить запись, чтобы у нас была в всякий случай с нескольких точек. Да, я дублирую запись. Отлично. Собственно, напомню, что мы с вами сегодня встречаемся не просто на очередном вебинаре, а у нас сегодня целый второй урок из учебного курса с целью научить автоматизировать бизнес-процессы в вашей компании с помощью BITX24. То есть, даже если вы ничего раньше о бизнес-процессах не знали, пройдя наше сегодняшнее обучение, 4 урока вы сможете научиться делать их самостоятельно. Что для этого нужно? Посмотреть все вебинары в полочереди, потому что мы там обучаем последовательно. От тех отзов, которые нужно знать, до всех тех знаний, элементов BITX24, которые нужны, чтобы создавать бизнес-процессы. Если вдруг вы какой-то вебинар пропускаете, обязательно посмотрите запись, иначе вы не поймете тему следующего. Она полностью опирается на тему предыдущего вебинара. И, пожалуйста, делайте домашнюю, только когда вы решаете задание, даже если вы считаете, что вы это уже знаете, а если вы раньше ни разу не делали, то тем более. Именно так вы получаете новые знания, у вас возникает, собственно, вопрос, когда вы что-то пытаетесь делать. Это и есть обучение. По окончанию вы получите работающий бизнес-процесс, а может быть даже и не один. Про программу курса я не буду ее зачитывать. Сегодня у нас второй вебинар, сегодня будем создавать собственный бизнес-процесс BITX24. И про то, как мы будем проводить сегодняшний вебинар. Значит, плановая длительность 1,5-2 часа, зависит от того, как у вас будут вопросы, как быстро мы сможем реализовать бизнес-процесс. Мы сделаем остановки, чтобы ответить на ваши вопросы по ходу. У нас очень много участников. Пожалуйста, не пишите, если мы кому-то не можем дать ответ, иногда вопросы произникают быстрее, даже успеваю их просто прочитать. Мы постараемся по ходу максимально ответить на вопросы, которые относятся прямо к контексту. Что-то непонятное из того, что мы только что вам показали, рассказали. Мы постараемся это пояснить. Общий чат у нас на вебинаре не включен. Это значит, что ваши вопросы видим только мы. Задавайте, они никуда не теряются. Мы их видим и постараемся дать ответы. По итогу мы также выдадим задание на дом новое. И, конечно же, после вебинара вам будут доступны записи и материалы. И было очень много вопросов на первом вебинаре, а где у нас бизнес-процессы? Почему у нас их нет? Еще раз хочу показать, что в облачном Bitrix24 есть 4 тарифа. И только в двух верхних есть бизнес-процессы. А бизнес-процессы на списках, которые не в живой ленте, есть только в верхнем. Это чтобы вы не искали элементы, если у вас другой тариф. При этом в любом аккаунте, даже в бесплатном, можно включить демо-режим на месяц. И у вас будет полный функционал, будете видеть в том числе бизнес-процессы. Если вы уже включали, просто зарегистрите себе новый демо-портал и включите там. Собственно, мы переходим к новой теме. И я передаю слово и презентацию Михаилу. Так, Михаил, отдаю тебе захват. У тебя должны быть уведомления. Да-да. Все, я подключаюсь. Отлично. Картинка у нас вернулась. Мы тебя видим. Все нормально, да? Замечательно. Ну и давайте сегодня мы с вами рассмотрим. Это создание бизнес-процесса в Bitrix24. Мы сегодня создадим с вами самый простой бизнес-процесс. В нем будет всего несколько действий. Но на основе этого бизнес-процесса мы как раз потренируемся создавать правильную последовательность действий шаблоней. И настраивать основные действия, которые наиболее часто используются в бизнес-процессах. По плану у нас сегодня несколько вопросов. Вначале мы ответим выборочно на вопросы слушателей, которые были заданы еще в первом вебинаре. Я думаю, что эти вопросы очень важны, волнуют слушатели. Далее мы с вами рассмотрим понятие такое, как документ, который используется в бизнес-процессах. Рассмотрим создание шаблона с использованием простых действий. И покажем, как можно улучшить созданный бизнес-процесс, дополнув в него какие-то другие действия. Ну и далее перейдем к анализу домашнего задания и дадим домашнее задание на следующий вебинар, который вы должны будете сделать до следующего вебинара. Ну и давайте коротко пройдемся по тем вопросам, которые вы задавали, которые для вас, наверное, очень важны. Очень много спрашивали, где и как рисовать схему бизнес-процесса. Я уже отвечал на этот вопрос, но его несколько раз задавали, поэтому повторюсь. Рисовать можно абсолютно в любой программе, которая позволяет строить алгоритмические конструкции. Это Visa, Word, PowerPoint и так далее. Любые программы, где можно сделать простые прямоугольнички, ромбики, овальчики, и туда поместить текст. Поэтому используйте любую. Далее. Спрашивают про сам бизнес-процесс, про тот типовой, который мы с вами использовали на прошлом вебинаре. Например, спрашивают, а если сотрудник отказался от отпуска, решил не брать его, передумал, что делать. Соответственно, вы можете прервать текущий бизнес-процесс, если у вас есть права. Если у вас прав доступа нет, то, соответственно, нужно будет обратиться к администратору портала, чтобы он этот бизнес-процесс удалил, то есть его прервал. Далее очень интересный вопрос был по поводу того, а можно не указывать конкретных пользователей. Да, можно не указывать. Можно использовать специальные константы, создать константы, такие как менеджер, юрист, бухгалтер, и их применять в бизнес-процессе. Это очень удобно на тот случай, если ваши сотрудники, например, периодически уходят в отпуск, в командировки уезжают, и чтобы каждый раз не менять бизнес-процесс, очень удобно будет использовать константы. Но это мы рассмотрим с вами на следующих вебинарах. Далее спрашивают, можно ли копировать блоки в бизнес-процессе, то есть те действия, которые мы используем. Да, эти блоки можно копировать, сегодня мы как раз и покажем, как это сделать. Это действительно упрощает и ускоряет процесс создания шаблона. Далее вот такой именно теоретический вопрос. Спрашивает Денис, запускаем ли мы процесс или шаблон, или процесс по шаблону. Вот правильный ответ, именно что мы запускаем процесс по шаблону. Но как бы в обычной деятельности, в обычной жизни все говорят, запускаем бизнес-процесс. Поэтому если мы будем говорить на вебинарах, мы запустили бизнес-процесс, ну, соответственно, понимайте, что в общем-то мы имели в виду, что запущен процесс по шаблону. Далее, можно ли бизнес-процесс, созданный в битриксе, выгружать для переноса клиенту. Можно выгружать, можно дополнительно резервировать бизнес-процессы. Вот для этого выполняется команда экспорт и импорт. И мы тоже постараемся вам это показать. Можно ли использовать вообще битрикс24 как систему электронного документа оборота. Мы считаем, что можно, можно соответствующие бизнес-процессы создать. И, соответственно, ваши документы будут иметь определенные статусы. В процессе обработки эти статусы будут меняться, они будут поправляться нужным сотрудникам для обработки. И таким образом, в принципе, с помощью бизнес-процессов вы можете создать достаточно полноценную систему электронного документа оборота для своей компании. Если создать несколько бизнес-процессов, можно ли вставлять друг друга? На этот случай мы рекомендуем использовать бизнес-процессы со статусами. Потому что каждый статус в бизнес-процессе – это отдельный процесс, который создается, настраивается и потом объединяется в единый сложный бизнес-процесс со статусами. Но это уже вторая часть нашего курса. В первой части мы рассматриваем обычные простые линейные бизнес-процессы. Можно ли подключать печатные формы? Можно подключать печатные формы, можно любые файлы прикреплять к бизнес-процессу. И как раз сегодня мы это и покажем в самом первом нашем созданном бизнес-процессе. Так, спрашивают, как сделать заявление на отпуск для разных отделов? Пожалуйста, вы можете создавать разные процессы. Вы можете, например, создать заявление на отпуск для отдела маркетинга, заявление на отпуск для производственного отдела. И, соответственно, сотрудники этих отделов будут запускать именно предназначенные для них бизнес-процессы. Так, и для одного процесса могут использоваться разные шаблоны. Да, можно использовать разные шаблоны. Можно их настраивать на автоматический запуск, можно их настраивать на ручной запуск. То есть здесь, пожалуйста, можно создавать различные шаблоны для различных ситуаций. Так, ну, как бы прибежались мы коротко, выборочно по тем вопросам, которые были заданы на первом вебинаре. Теперь, Иван, я передаю тебе управление. Перейдем ко второму вопросу. Понятие документ, который будет использован в бизнес-процессе. Такс, жду. Забираю себе картиночку. Make Presenter. Такс. Переключаем. Сейчас, не совсем туда. Сейчас, секунду. Такс, отлично. Отлично. Переключил как картиночку. Значит, понятие документ. Почему это важно? Мы будем с ним много сталкиваться в редакторе бизнес-процессов. Хотелось бы сразу пояснить, что это такое и как им пользоваться, чтобы потом вам уже было проще ориентироваться в действиях. Собственно, бизнес-процесс, согласование договора. То, которое мы с вами рисовали в первом вебинаре, который будем сегодня автоматизировать. Здесь представлена его часть. Ведь, посмотрите, очень легко провести аналогию, что мы с вами в жизни также берем документ и идем по цепочке. Мы его создаем в реальный или, может быть, виртуальный файл. Мы его можем переслать по поясе руководителю или напечатать и отнести его вживую, передать на согласование. Дальше будет некоторый цикл. Мы будем ходить с реальным документом или пересылать его и так далее. Очень простая аналогия, поэтому бизнес-процесс нагляден. Достаточно просто его будет проектировать, создав на портале, к примеру, файл, который загружается на диск. Или процесс, к которому мы прикрепляем сам договор, который мы будем согласовывать. Не так очевидно, если, например, вспомнить бизнес-процесс, который у нас был учебный, на котором мы учились, что такое условия или циклы. Напишите, пожалуйста, ваши идеи. Как вы думаете, какой объект, можно представить, совершает движение? Но это явно не документ у нас. Может быть, мы там чайник будем двигать? Или чашку, или кофе? Пожалуйста, я смотрю на ваши ответы. Какие у кого мысли, что мы там на самом деле двигаем? Человек. Какие еще идеи? Чашка. Ну, если чашка, то мы проверяем воду не вне и так далее. Продукт кофе. Документ. Документ кофе, информация, ответственность. Мы двигаем ответственность. Это просто прекрасно. Спасибо большое за ваше мнение. Продукт кофе, мне кажется, ближе всего. Ведь на самом деле мы всегда при автоматизации будем двигать некоторый объект. И, по сути, прежде чем реализовывать бизнес-процесс, прежде чем даже его рисовать, вы должны понимать, что это будет за объект. Если это CRM и обработка лидов, там все просто. У вас сразу есть та самая сущность, которую вы будете двигать. С точки зрения кофе, не так, собственно, это очевидно. Но в целом нужно понимать, что сначала объект, и мы только говорим, что он двигается по бизнес-процессу, по шаблону, который мы нарисуем. Или еще говорят, что бизнес-процесс запущен над некоторым объектом. И да, в принципе, мы могли бы сделать некоторый объект, вроде выпить кофе, и, собственно, по нему делать движение, реализовав следующую цепочку. У нас, собственно, битр из-за очки, какие есть объекты. Диск, списки, процессы, объекты CRM. И когда мы работаем внутри, все эти объекты будут называться одинаково. Документы. Давайте я вам покажу прямо на портале, что я имею в виду. К примеру, у нас есть процессы, в данном случае заявление на отпуск. Вот у нас есть элемент, что она делала, запрашивает отпуск. Есть период, даты начала и окончания. Есть, к примеру, лид. Ну, тестовый лид я просто сделал. Это и есть объекты в портале. Когда мы работаем внутри, обратите внимание на два блока действий. Обработка документа и задание. У нас здесь везде используется термин документ. Блокировка, изменение документа. Изменение документа вообще очень часто используемое действие. Создание нового документа и ряд других. Это как раз таки будут действия, направленные на изменение текущего объекта в вашем бизнес-процессе, в вашем шаблоне. Неважно, это заявление на отпуск, лид, файл или другой объект, по которому идет процесс. Обратите внимание, это редактирование бизнес-процесса для лида. То же самое. Документ, изменение, блокировка и так далее. И блок задания. То же самое. Ознакомление с документом. Утверждение документа. В данном случае документы имеются в виду текущий элемент, который у нас идет по бизнес-процессу. Неважно, лид или заявление на отпуск или любой другой. Собственно, таким образом легко понимать, что это за блоки. Какое вам нужно действие, где его искать. Блок обработки документов – это действие, направленное на изменение текущего объекта, который у нас перемещается по бизнесу, по процессу. Задание – это блок, ориентированный на коммуникацию с пользователем и нашего объекта, который двигается. Хотим мы ознакомить утвердителей, получить дополнительную информацию по нашему объекту. Мы будем давать отличную возможность сделать коммуникацию с тем, кто работает с бизнес-процессом. Ну и остальные блоки. Конструкции, собственно, для того, чтобы мы смогли реализовать ту самую нарисованную схему, условия, цикл, ряд других более сложных. Блок уведомления – это про то, чтобы сообщить пользователю вне процесса диска CRM. Это непосредственно работа с конкретными объектами диска CRM и прочее. Все то, что у нас не поместилось в предыдущий. Таким образом, гораздо проще понимать, что мы вообще можем делать внутри процесса. Возвращаясь к презентации, у меня здесь на слайде общества перечислено то, что я сказал, чтобы осталось в материалах. Я уже здесь не буду это зачитывать. Собственно, мы сделали вступительный блок. Если есть вопросы, то мы можем сделать небольшую паузу и поотвечать. И если вопросов нет, мы можем двигаться дальше. Михаил, скажи паузу, а есть у тебя что-нибудь, что ты хочешь ответить? У нас пока что основных вопросов нет. У нас есть описание, что у людей есть различные проблемы при работе с бизнес-процессами. Что я могу ответить на такие вопросы? Я, конечно же, сейчас не могу какие-то технические решить проблемы. Поэтому, конечно же, пожалуйста, обращайтесь в техническую поддержку. Если пишут, что здесь не отвечают оперативно, повторно обращайтесь. Потому что ваши проблемы, которые связаны именно с работой портала, мы с вами на этих вебинарах решить не можем. Мы можем подсказать, как и где использовать нужные действия, подсказать, как настроить эти действия. Но такие технические проблемы мы здесь с вами решить не можем. Я бы дополнил, что цель вас научить пользоваться, а вопросы можно и нужно решать. Опять же, мы постараемся взять максимум из того, что вы спрашивали, и в начале встречи вебинара по ним пройтись и дать обратную связь. Ну что же, тогда вы будете переходить непосредственно к реализации, передаю тебе трансляцию. Ушла картиночка. Отлично, я вижу твой экран. Участники комментируют «гоу». «Гоу» ребята, да? Давно хотели, весь первый вебинар пропросили. Приходим к созданию. Конечно, этот вопрос всех волнует. Но, опять же, нельзя создавать бизнес-процессы на коленке. Вот сходу взять, открыть дизайнер бизнес-процессов и сразу создать бизнес-процесс. Сначала все нужно логически продумать, а потом только непосредственно создать шаблон. Для того, чтобы вообще создать бизнес-процесс, нужно сделать определенную последовательность действий. Первое – это просто описать тот бизнес-процесс, который вам нужно создать в обычном текстовом виде. Потом выполнить формализацию. По пунктам определить, что нужно делать одним за другим. Далее – выполнить графическую формализацию и нарисовать ту схемку, которую мы предлагали сделать на первом вебинаре. Далее нам нужно определить действующие лица, которые будут участвовать в бизнес-процессе. Кто из сотрудников будет выполнять какие действия, выделить их. Далее нам потребуется определить поля того документа, с которым будет работать бизнес-процесс. Далее необходимо понять, какой способ запуска бизнес-процесса нам наиболее подходит в данном случае. И только потом уже, шестым пунктом, мы непосредственно создадим шаблон бизнес-процесса в дизайнере. Ну а после создания, конечно же, протестируем работу этого бизнес-процесса. Напомним, сегодня, наверное, многие слушатели только первый раз подключились к нашим вебинарам. Поэтому коротко скажем, какой бизнес-процесс мы с вами будем сегодня автоматизировать. Это бизнес-процесс оформления договора. Суть его заключается в том, что менеджер готовит договор. Этот договор нужно согласовать со своим руководителем. Если сумма в договоре будет большая, мы указали, что, например, больше 15 тысяч рублей, то в договор бухгалтер должен внести дополнительные условия, например, варианты предоплаты. Если меньше 15 тысяч, то эти условия не требуется добавлять. И после того договор нужно будет согласовать с юристом. Если договор согласован с юристом, то, соответственно, менеджер подписывает у директора и отправляет его клиенту. Если же договор не согласован юристом или непосредственно руководителем, то бизнес-процесс у нас с вами останавливается. Мы делали формализацию текстовую, по пунктам выделили основные действия, которые должны идти друг за другом. И потом мы сделали с вами графическую формализацию. Сегодня же мы с вами будем выполнять эту графическую формализацию, создавать бизнес-процесс, но для первого бизнес-процесса мы немного упростим задачу. Мы говорили на первом вебинаре, что у нас будут циклы. Циклы согласования документом с руководителем. То есть, когда документ приходит руководителю, руководитель не согласен, менеджер исправляет, опять приносит руководитель, опять руководитель не согласен, ну и так далее. То есть, это может многократно выполняться. Только для первого бизнес-процесса мы пока что без циклов будем выполнять создание автоматизированного бизнес-процесса. И также мы еще с вами, вот внизу последнее действие, запрос дополнительной информации тоже пока уберем. То есть, в упрощенном варианте у нас получается вот такой алгоритм действия. Значит, вначале у нас будет уведомление руководителя, затем согласование с руководителем. Если не согласовано, то просто уведомим менеджера, что результат отрицательный. Если согласовано, то пойдет бухгалтеру в случае, если сумма больше 15 тысяч, если нет, то, соответственно, действий никаких не делается. Потом согласуется с юристом и опять же, если отрицательное действие, то идет уведомление менеджеру. Если же положительное у нас с вами решение, то договор подписывается и отправляется клиенту. И вот такой мы с вами алгоритм сегодня с вами и реализуем. Следующее. Нам необходимо определить действующие лица. Действующие лица у нас здесь будет менеджер, руководитель отдела, главный бухгалтер и юрист. На нашем тестовом портале я сразу указал, чтобы как-то было понятно, кто это сотрудники. Это будет Анна Делова, Виктор Слободинов, Ольга Иванова, Максим Подгорный. И для каждого мы потом будем использовать отдельный браузер, чтобы было видно, как отображаются действия бизнес-процесса у каждого сотрудника в своем браузере. После того, как мы определили действующие лица, нам нужно определить поля документа, с которым будет работать бизнес-процесс. Причем, обращаю ваше внимание, что мы определяем именно поля того объекта, с которым будет работать наш бизнес-процесс. Не поля самого договора. Договор – это текстовый документ, вы можете создавать в любом текстовом редакторе, Microsoft Word, другие какие-то используют программы. И потом этот документ вы просто будете прикреплять к нашему бизнес-процессу. Но, чтобы бизнес-процесс обрабатывал какой-то объект, мы создаем специальный документ и назначаем ему поля. Количество полей может быть произвольным. Это вы должны определить, исходя из своих потребностей. Я, для примера, выбрал всего четыре поля, чтобы побыстрее создать просто этот бизнес-процесс. Вы же, на практике, можете количество полей гораздо больше использовать. В нашем примере мы используем название договора, номер договора, сумма договора и электронная версия. Для каждого поля нужно еще обязательно определить тип поля. То есть, какие данные будут храниться в этом поле. Для названия договора мы будем использовать тип поля «Название». Это служебный тип поля, который сразу же создается при создании процесса. Мы это покажем. Для номера договора мы будем использовать текстовое значение. Текстовое значение в битриксе 24 определяется как строка. Почему будем использовать текстовое? Потому что номер договора – это не обязательно число. Например, там может быть и дроби используются. Договор 101, дробь 1, договор 101, дробь 2. Могут использоваться и символы. Договор номер 101А или 101Б. То есть по-разному. В каждых организациях может использоваться по-разному. Сумма договора. Здесь однозначно это число, потому что здесь числовое. Такое значение у нас для сумм указывается. И электронная версия – это у нас с вами будет файл, который мы будем прикреплять к бизнес-процессу. И далее каждое поле нужно определить, какое оно будет – обязательно или не обязательно. Обязательно означает, что это поле пользователь должен заполнить обязательно. И только тогда, когда он заполнит это поле, бизнес-процесс будет запущен. Если же вы это поле не заполните, то, соответственно, бизнес-процесс запущен быть не может. Система скажет, что поля обязательные не заполнены. Ну и в нашем случае я указал, что все поля пусть будут у нас обязательные. Так, ну что, давайте теперь непосредственно приступим к реализации нашего бизнес-процесса. Переключимся в браузер с нашим тестовым порталом. Значит, еще разочек напомню, что мы создали тестовый портал. По умолчанию у нас есть структура компании. В ней есть и пользователи, которые мы будем использовать в нашем бизнес-процессе. Структура очень типичная. Включают бухгалтерию, информационный отдел, отдел кадров, отдел продаж. И у нас в отделе продаж есть Анна Делова, менеджер, которая как раз и будет создавать договор. Виктор Слободинов – это ее руководитель, который будет утверждать этот договор. Ну и далее у нас еще есть юрист Максим Подгорный. И Ольга Иванова – главный бухгалтер. Как создавать сам бизнес-процесс? Возьмем листик, где у нас выполнена графическая формализация бизнес-процесса. Положим его перед собой. И далее открываем раздел «Бизнес-процессы» – процессы в ленте. Здесь у нас с вами открывается список процессов, которые уже существуют в нашем тестовом портале. Далее нам необходимо создать новый процесс. Нажимаем кнопочку «Создать новый», открывается окно, в котором нужно запомнить соответствующие поля. Ну так мы с вами и напишем. У нас будет процесс оформления договора. Описание – это вы можете более подробно описать, что же это за бизнес-процесс, какие он функции будет оформлять. Оформление договора там с клиентом напишем. Далее. Сортировку мы трогать не будем. Картинка. Можно использовать пиктограммку, которая будет выделять ваш процесс среди списка других процессов. Давайте выберем картинку, которую мы заранее подготовили. Вот такой карандашик с листиками. Мы будем использовать. Далее. Закладочка подписи. Здесь указаны, какие подписи будут использоваться для элементов. Вы можете более конкретизировать. Для нашего процесса, например, это можно поменять на договоры. Отдельный элемент – это будет отдельный договор. Ну и так далее. Следующая закладочка у нас с вами «Доступ». Откроем его. Для создания первого бизнес-процесса мы дадим права доступа для всех сотрудников, которые у нас есть в портале. Как настроить права доступа различного уровня, мы поговорим на следующих вебинарах. А в данном случае пока просто нажимаем кнопочку «Добавить». И далее мы должны с вами выбрать, указать всех наших сотрудников. Самый простой вариант – это выбрать раздел «Другое». Выделить все посетители. И нажимаем «Выбрать». Вот у нас отобразили все посетители, сейчас у нас нету доступа. Давайте поменяем и установим полный доступ. Все, все закладочки мы с вами заполнили информацией. И нажимаем кнопку «Сохранить». В списке процессов появился наш новый процесс – «Оформление договора». Далее. Сразу же поставим галочку «Показывать в живой ленте». Это будет означать, что работать с этим процессом можно будет в живой ленте. Можно будет его запускать из живой ленте к каждому сотруднику, что очень удобно. Ну и теперь переходим непосредственно уже в наш процесс оформления договора. Щелкаем на нем, открывается окно. Прежде чем создавать бизнес-процесс, мы говорили, нужно создать необходимые поля. Вот эти поля мы сейчас с вами и создадим. Нажимаем «Настройки процесса». Поля процесса. И что мы видим? Значит, мы видим, что здесь существует уже поле «Название». Это служебное поле, которое удалить нельзя, но можно использовать в своем бизнес-процессе. А чтобы было его удобно использовать, его можно переименовать. Нажимаем кнопку «Действие» и выбираем «Команду изменить». Ну и как мы поменяем? Давайте просто изменим название договора. Значение по умолчанию использовать не будем, потому что у нас каждый раз название договора будет новым. А остальные параметры мы, соответственно, заполнять, также оставим без изменений. Все, нажимаем кнопочку «Сохранить». Вот первое поле у нас название договора готово. Теперь нам нужно следующее добавить. Это у нас поле «Номер договора». Задаем его название. Далее мы должны указать, что оно обязательное. То есть наш сотрудник должен обязательно указать этот номер договора. И указываем, что тип данных должен быть для него строка. Я уже говорил, что строка – это соответствие текстовому типу. То есть в этом поле нужно будет просто указать какой-то текст. Значение по умолчанию мы, соответственно, не заполняем, потому что номер договора каждый раз у нас меняется. Размер поля мы тоже оставим без изменения. То есть оно будет стандартного размера. Ну и остальные параметры также сохраняем. Нажимаем кнопочку «Сохранить». Появилось у нас второе поле. Далее следующее у нас будет поле – это ответственный менеджер. Так, нет, у нас не менеджер, а сумма договора. У нас будет сумма договора. Опять же, обязательно. И мы с вами договорились, что это будет число. Тип числа. Соответственно, значение по умолчанию заполнять не требуется, так как сумма договора в договоре – это разные значения абсолютно. Остальные параметры также оставим без изменений. Так, третье поле готово. И нам требуется создать последнее, четвертое поле. Это электронная версия. Тоже обязательное поле. Тип мы сказали, что это должен быть файл. Поэтому в тип заходим и выбираем файл. Значит, обращаю ваше внимание, здесь есть два типа – файл и файл-диск. Файл-диск – это означает, что вы используете общий диск системы BIPRX24. То есть файлы у вас будут храниться на этом диске. Если же вы просто хотите прикрепить к файлу нашему бизнес-процессу в соответствующем поле, то используйте тип обычный файл. Остальные параметры нам, соответственно, заполнять не требуется здесь. И нажимаем кнопочку «Сохранить». Ну и проверяем. Мы создали четыре поля. Использовали различные типы, чтобы показать, что можно использовать разные типы данных. И указали, что все поля у нас будут с вами обязательны. Все, замечательно. Мы подготовились. Теперь у нас есть поля документа, с которым будет работать бизнес-процесс. И можно переходить непосредственно к созданию самого шаблона. Нажимаем кнопочку «Договоры», так как мы поменяли элементы на договоры. И далее нажимаем кнопку «Бизнес-процессы». Далее можно создать будет бизнес-процесс со статусами или последовательный бизнес-процесс. Как говорили, со статусами это сложные бизнес-процессы, которые будут рассматриваться во втором курсе. А сегодня мы создаем последовательный бизнес-процесс. Открывается окно, в котором необходимо задать параметры нашего шаблона для бизнес-процесса. Ну и в названии мы можем указать, что же это будет у нас за бизнес-процесс. Это будет бизнес-процесс оформления договора. Описание это можно вообще пропустить, а можно более подробно описать, что это бизнес-процесс оформления договора с клиентом. Далее. Какой вид запуска мы с вами будем использовать? Значит, здесь указано, что можно либо при добавлении автоматически запускать, либо при изменении. Значит, при добавлении это означает, что как только наш сотрудник заполнил соответствующие поля и нажал кнопочку «Отправить», автоматически запустится бизнес-процесс. При изменении это означает, что если сотрудник хотя бы в одном поле что-то изменил, какое-то значение, то бизнес-процесс также автоматически запустится. В данном случае нам достаточно, чтобы бизнес-процесс запускался автоматически только при добавлении. Поэтому эту галочку, которая здесь стоит, мы так с вами и оставим. Остальные закладочки, параметры, переменные, константы мы будем рассматривать на следующих вебинарах. Пока здесь нам никаких данных не нужно заполнять. Доступ также оставляем без изменения. И нажимаем «Сохранить». Все, мы перешли в дизайнер бизнес-процесса, в котором у нас уже задано начало и конец нашего бизнес-процесса. То есть начало и конец алгоритма, который мы с вами создавали, у нас здесь уже присутствует. Соответственно, нам осталось только расположить нужные действия согласно нашей формализации, которую мы сделали на первом вебинаре. Берем хему нашего бизнес-процесса, кладем перед собой и прямо по этой схеме начинаем работать. То есть мы ее не просто так создавали, а именно создавали для работы. И первым действием у нас с вами идет уведомление руководителя. Для того, чтобы использовать это действие с правой стороны, там, где у нас указаны основные действия, которые мы можем применить в шаблоне, найдем раздел «Уведомления». И в этом разделе будем использовать действие «Уведомления пользователя». Мышкой берем и перетаскиваем это действие на треугольник. Когда он загорается с зеленым цветом, отпускаем его, и действие у нас здесь фиксируется. После того, как вы действие установили, его необходимо настроить. Для настроек мы используем шестеренку, которая находится в правом верхнем углу каждого действия. Это шестеренка настроек. Нажимаем ее, и открывается у нас окно настройка параметров действия, в котором мы можем задать нужные значения. Значит, заголовок давайте так и конкретизировать. То есть не просто оставлять те значения, которые здесь используются по умолчанию, а использовать те данные, которые нам непосредственно нужны. Значит, у нас будет уведомление не просто пользователя, а уведомление именно руководителя. Далее мы должны указать, кто будет у нас отправитель уведомления. Отправителем уведомления у нас будет тот сотрудник, который создал данный документ. В данном случае это автор. Для того, чтобы указать этого автора, мы воспользуемся формой вставки значения. Вызывается она вот с помощью кнопочки с многоточием, который справа находится. Нажали. И далее в разделе пользователей мы видим, что есть такой пользователь, как автор. Мы его с вами и вставим. Хорошо. Отправитель задан. Автор. Получатель уведомления. Кто у нас с вами? Это руководитель подразделения. В презентации я указал, что это будет непосредственно Виктор Слободинов. То есть нажимаем на многоточие. И теперь этого пользователя мы должны выбрать. Находим его среди наших пользователей. Вот у нас Виктор Слободинов. Нажимаем кнопочку вставить. Все. Получатель уведомления мы с вами задали. Теперь мы должны с вами написать текст уведомления для сайта. То есть то сообщение текстовое, которое увидит сам сотрудник. Давайте напишем. Необходимо согласовать договор. Ну и далее там с клиентом. Но мы сейчас используем возможности системы. И вставим значение номера договора в этот текст. Как это сделать? Опять мы с вами воспользуемся формой вставка значения. То есть нажимаем на многоточие. У нас открывается форма вставка значения. И далее в разделе поля документа. Мы с вами можем найти номер договора. И вставить его в этот текст. То есть у нас получается, что вам необходимо согласовать договор. Дальше указывается переменная. И мы можем продолжить текст. Согласовать договор с клиентом. То есть, когда это сообщение придет непосредственно сотруднику, он увидит, что будет написано, вам необходимо согласовать договор, номер этого договора с клиентом. И, по крайней мере, нашему сотруднику уже будет четко понятно, какой договор нужно согласовывать. Здесь, конечно, можно и больше текста написать. Но для примера пока достаточно. Все. Так. Задали основные параметры настройки действия. Нажимаем кнопочку сохранить. Уведомление руководителя мы сделали. Далее. По нашему алгоритму у нас идет согласование с руководителем. То есть он может согласовать или не согласовать наш договор. Для этого в разделе обработка документа. И чуть ниже в разделе задания. Мы с вами воспользуемся действием утверждения документа. И перетащим его в наш шаблон. И, соответственно, после того, как мы установили действие, необходимо будет его настроить. Нажимаем шестеренку. И заголовочек. Что нужно сделать будет, чтобы мы понимали. Это у нас будет действие согласования с руководителем. Кто у нас будет согласовывать, то есть утверждать? Непосредственно руководитель. То есть, как мы говорили, в данном случае это у нас Виктор Слободинов. Для нашего портала. Для вашего портала, соответственно, это какой-то, может быть, и другой сотрудник. То есть не надо искать Виктора Слободинова у себя в портале, если его там нет. Далее. Тип утверждения. Все сотрудники. У нас один сотрудник, поэтому здесь менять ничего смысла нет. Далее. Название задания. То есть это будет указание сотруднику, что необходимо сделать. Ну и мы так с вами и записываем. Согласовать договор. Ну и далее текстовое описание. Это можно подробнее написать, что же конкретно сделать. Давайте так напишем. Согласовать договор с клиентом. И теперь в нашем тексте мы используем те переменные, которые мы можем взять из нашего процесса. У нас есть поле с номером договора, поэтому после договора ставим курсорчик, нажимаем многоточие. И вставляем переменные номер договора в данном случае. То есть вот вставилась у нас служебная запись, обозначающая переменные. Далее. С клиентом на сумму. И на сумму мы тоже с вами укажем на какую. Опять вставляем значение. Выбираем сумму договора. Нажимаем кнопочку вставить. И так как после числового значения должны идти указания вида валюты, рубли, мы допишем. Вот наша фраза построена. Теперь устанавливать текст статуса, да, оставим, чтобы по ходу бизнес-процесса было видно, какое действие выполняется. Проголосовало мы поменяем, потому что проголосовало не совсем соответствует нашему заданию. Мы с вами напишем согласовал. Далее идет служебная запись процентов. Так как всего один человек участвует в этом процессе, смысла процента указывать нет. Мы их просто уберем. И далее мы с вами настроим соответствующие кнопочки. У нас вот две кнопки. Будет утвердить документ, отклонить. Давайте поменяем. И сделаем так, что у нас будет одна кнопочка, которая будет называться «Согласовано», а вторая кнопочка «Не согласовано». То есть мы настраиваем непосредственно действие под наш конкретный бизнес-процесс. Далее показывать поле ввода комментарий. Это служебный комментарий, который будет применяться, он нам пока не нужен. Отключим его. И остальные поля оставим без изменений. Все, нажимаем кнопочку «Сохранить». Создали мы действие согласования с руководителем. Ну и теперь у нас есть две ветки. Положительное решение – это ветка «Да», и отрицательное решение – ветка «Нет». Если у нас руководитель согласовал, то по нашему алгоритму у нас дальше должно быть условие. То есть если договор больше по сумме, чем 15 тысяч рублей, то бухгалтер вносит в него дополнительные условия. Если нет, то, соответственно, ничего вносить не надо. Для того, чтобы условие задать, воспользуемся разделом «Конструкции» и выберем действие «Условия». Чтобы наш шаблон был виден, можно сворачивать разделы так, чтобы действие оказалось ближе к нашему шаблону и удобнее было перетаскивать его. Берем условие, перетаскиваем. И далее традиционно уже настраиваем. Нажимаем шестеренку и указываем, что это будет за условие. То есть не просто условие, а больше или нет. По-разному можно записать, как вам будет понятнее, 15 тысяч. И здесь у нас с вами две ветки. Влево и вправо. В зависимости от того, как мы условие зададим, так и будет действовать бизнес-процесс. Ну, левую ветку это у нас по алгоритму это положительное решение. Давайте, соответственно, также ее и настроим на положительное решение. То есть зададим условие. Что у нас будет больше? 15 тысяч. Далее мы должны указать, что откуда мы возьмем это 15 тысяч значения. Мы возьмем это из поля документа. Укажем, какое это поле. Это сумма договора. И условие зададим, что оно должно быть у нас больше, чем 15 тысяч. Все, настроили это условие. И, соответственно, мы теперь отрицательную ветку настраиваем с условием, что у нас не больше, чем 15 тысяч. Здесь пометим, что это не больше, чем 15 тысяч. И то же самое мы должны указать, что взять значение из поля. Из какого поля? Это поле сумма договора. И что это значение у нас должно быть не больше, чем 15 тысяч. Все, мы с вами задали два условия, левую и правую ветку. Соответственно, если больше 15 тысяч пойдет по левой ветке действия, если не больше 15, соответственно, по правой. Смотрим на наш алгоритм. Если у нас сумма больше 15 тысяч, то бухгалтер должен внести дополнительные условия. То есть человек должен выполнить какое-то действие. Как это можно реализовать в бизнес-процессе? Самый простой вариант – это использовать задачу. Вот в разделе «Уведомления» взять задачу. То есть указать человеку, что нужно выполнить какую-то определенную задачу. То есть отредактировать договор. Мы берем эту задачу, перетаскиваем наш бизнес-процесс, устанавливаем в соответствующие ветки, нажимаем шестеренку настроек и задаем параметры. Что это у нас будет? Это у нас будет задача главному бухгалтеру. Далее укажем, что бизнес-процесс нужно остановить. Пока эта задача не выполнена. Название. Внести дополнительные условия в договор. Постановщик. Кто будет? Для главного бухгалтера как бы менеджер по статусу не совсем подходит. Поэтому мы воспользуемся и укажем, что постановщиком этой задачи будет руководитель отдела. То есть Максим Подгорнов. Ой, Виктор Слободинов. Подгорный это у нас юрист. Виктор Слободинов. Вставить. Далее ответственный. То есть кто будет выполнять эту задачу? Это наш главный бухгалтер. В нашем случае это у нас Ольга Иванова. Выбираем. Ольга Иванова. Вставить. Далее остальные поля нам пока заполнять не требуется. И сделаем более подробное описание задачи. Внести в договор. Давайте сразу же поставим номер этого договора. Дополнительные условия. Предоплаты. Далее остальные параметры зададим. Приоритет средний поставим, как обычно. Далее это персональная задача. Менять сроки можно. Ничего страшного в этом нет. Учитывать время нам пока не требуется. Принимать работу тоже не нужно. Отчет по эффективности делать не нужно. Все. Нажимаем сохранить. Вот мы создали задачу главному бухгалтеру. Хорошо. Идем дальше. Следующее у нас действие это согласование с юристом. Опять мы с вами будем использовать в разделе задания утверждение документа. Мы с вами это уже делали, поэтому сейчас выполним это достаточно быстро. Перетаскиваем и отпускаем. Значит опять у нас две ветки есть. Выбираем шестеренку настроек и задаем. Это у нас будет действие согласования с юристом. Утверждает, то есть кто согласовывает. Это непосредственно юрист. В нашем случае это Максим Подгорный. Все сотрудники смысла менять нет. Название задания. То есть нужно указать, что сделать. Согласовать договор. И описание задания. Можно подробнее описать, что конкретно нужно делать. Опять мы уже умеем вставлять перемены, чтобы конкретизировать текст. Согласовать договор. С клиентом. На сумму. И далее тоже используем сумму. Сумму. И допишем рублей. Так. Устанавливать текст статуса. Да, установим. Прогласовала опять. Поменяем. Что согласовал. Проценты уберем. Кнопочки опять же назовем так, как нам более подходит. Согласовано. Не согласовано. Комментарии служебные нам не требуется сейчас выводить. Все. Готово. Действия мы с вами настроили. Ну и теперь у нас что? Если у нас все согласовано нормально и юрист дал добро, то нужно, чтобы менеджер подписал договор и отправил клиенту. Опять человеку нужно что-то сделать. Самый простой вариант поставить задачу. В которой описать, что человек должен сделать. Параметры вызываем. Задача. Менеджеру. Бизнес-процесс мы остановим. Пока, соответственно, менеджер это не сделает, дальше у нас бизнес-процесс не пойдет. Название задачи. Здесь можно уже конкретно указать, что необходимо делать. Нашему сотруднику подписать договор и отправить клиенту. Постановщик. Для менеджера это может быть непосредственно руководитель отдела, то есть Виктор Слободинов. Ответственный это менеджер. То есть наш автор. Здесь можно двумя способами пойти. Здесь можно четко указать, что это Анна Делова, а можно использовать и такой параметр, как автор. Так как Анна Делова непосредственно сама и создаст этот документ. Ну и описание задачи мы поподробнее можем опять описать, что необходимо сделать. Подписать договор. Конечно же этот текст можно копировать из другого действия. Далее приоритет у нас с вами средний. Персональная задача. Менять срок можно. Учет нам по задаче не требуется времени. Эффективность тоже не нужна. Все эти поставим пока параметры в состоянии нет. Все. Задачу менеджеру мы поставили. И что нам еще осталось сделать? Нам осталось сделать уведомление для отрицательных решений. То есть либо руководитель не согласовал подготовленный договор, либо юрист не согласовал. Значит опять мы с вами будем использовать уведомления пользователя. Но покажем как можно копировать действия вообще. Первый раз мы с вами давайте свернем пока. Уведомление пользователя. Если руководитель не согласовал, перетащим сюда и настроим. Уведомление кого? Давайте конкретно напишем, что менеджером. Отправитель. Это у нас руководитель отправляет. Соответственно будет Виктор Слободинов. Получатель. Проще использовать автор. Текст уведомления. Давайте напишем подготовленный вами договор. Договор. И вставим его номер. Согласован. Все. Действие мы с вами настроили. Так. Ну и теперь как его копировать? Значит нам нужно его скопировать в отрицательную ветку, если юрист не согласовал договор. Свернем наши действия. Так, чтобы было видно. Так, давайте вот эти вот удалим. Которые здесь были действия. И скопируем наши действия в уведомлении менеджера. Есть специальный раздел «Мои действия», куда созданные и настроенные действия можно помещать. Мышкой берем, перетаскиваем. Пунктирчик должен стать у нас черным. Таким контрастным. То есть это действие там фиксируется. И отпускаем мышкой. Вот она у нас здесь появилась. И теперь, если нам требуется где-то это действие вставить в другом месте, мы его перетаскиваем из этого раздела. И устанавливаем в нужном месте. Вот мы скопировали действия уведомления менеджера. А теперь необходимо его настроить. Так как здесь у нас с вами отправитель уведомления юрист. Поэтому Виктора Слободинова мы удаляем. И вместо него вставляем Максима Подгорного. То есть того, кто у нас непосредственно является юристом. Так, автор у нас получает текстовку. Подготовленный вами договор с таким-то номером. И не согласован. Менять не будем. Все нормально. Нажимаем кнопочку сохранить. Ну и в принципе все. Вот мы таким образом создали наш с вами шаблон бизнес-процесса, который можно будет запускать и с ним работать. После создания шаблона обязательно его нужно сохранить. Не забываем, чтобы не были данные потеряны. Внизу вот в левом нижнем углу нажимаем кнопочку сохранить. И бизнес-процесс сохраняется. Можно проверить. Сохранен он. Просто щелкаем. Ну вот он открывается. Все нормально. Хорошо. Так, ну и прежде чем протестировать его работу, если какие-то вопросы по ходу создания бизнес-процесса появились, давайте на них ответим. Так, мы сейчас переключимся на Ивана. Иван. Да-да-да, сейчас заберу с тебя трансляцию. Да. Ну, наверное, появились вопросы в списке. Ты, наверное, их перестал и готов ответить. Сейчас скажу. На самом деле вопросов было очень много. Спасибо большое за такую активность. Я... Так их очень много. Я сейчас возьму самые основные, так сказать, живутые пишущие, которые вызывали больше всего у вас активность. Сначала по-простому. Что есть поля? То есть интересовало, что же такое поля? И как портал узнает, какой нужен мне процесс, объект. На самом деле, обратите внимание, я даже, наверное, лучше покажу на портале сразу, что процессы в ленте – это и есть то самое место, где можно создать абсолютно любой объект. Даже, видите, я экспериментировал, сделал себе процесс попить кофе с гостями. Это как раз-таки тот инструмент, который позволяет автоматизировать любое действие. Фактически вы создаете свой, я скажу, свой объект, неважно какой, и вы создаете сами ему поля. Это, можно сказать, еще реквизиты, еще используется слово атрибуты. Но мы здесь используем термин поля, то есть набор его некоторых характеристик. Попить кофе с гостями. Какие там могут быть характеристики? Сколько пришел к нам гостей, количество. Может быть объем чаши кофе, все что угодно. И так вы организуете те ваши рабочие бизнес-процессы, создавая нужный вам объект и формируя нужные к нему поля. А ведь счет на оплату, заявка на отпуск, заявление на командировку – это абсолютно разные процессы. У них свои наборы болей, но создаются они с помощью одного инструмента. Это тоже то, что звучало в первую очередь. Второе звучало, как же мы задаем пользователей в явном виде. Ведь они могут уволиться, а у владителей всех может быть разный и так далее. Это очень правильный вопрос. И сегодня мы показываем именно простую реализацию. А на следующем вебинаре мы с вами познакомимся, что такое переменные, константы. Более того, даже есть специальное действие, которое называется определение руководителя, чтобы выносить такие элементы в сам бизнес-процесс, который определял бы. Или мы могли заранее задавать для всех бизнес-процессов, кто у нас является компанией. Компанией юрист. То есть у нас есть ряд разных даже способов эту задачу решать. Мы обязательно их покажем в следующих уроках. И был очень интересный вопрос по поводу условия. Ведь фактически мы вам показали, что условие может быть не просто быть одно, а у него может быть несколько веток. Давайте я вам сейчас покажу еще раз. Просто на примере здесь открытого редактора у нас по умолчанию появляются два условия, а может быть, быть больше. Кто-то, кто пишет программу программистов, здесь есть готовые аналогии. Для неархи-специалистов, то есть как описать, что может быть у нас сумма договора до 10 тысяч, от 10 до 50 тысяч, от 50 до 100, там и 100, и мы можем это описать все в одном условии сразу, не делать прям их несколько. Это на самом деле очень удобно. И, конечно, задача того, кто реализует бизнес-процесс, обязательно учесть все условия, чтобы у вас не получилась дырочка, что у вас там есть договор на сумму 75 тысяч, она не выпадает ни в одну цепочку. Это не совсем правильно. Неважно, будет ли процесс дальше срабатывать или нет, значит, что вы уже не учли. И очень важно продумать и описать все, все варианты условий. И в нашем процессе мы описали правильно. У нас есть условия, что не более, она уже включает в себя все варианты, которые могут быть. У нас бизнес-процесс мимо не пройдет. Собственно, это, наверное, основное, что я хотел ответить. Если есть у Михаила еще ответы на вопросы, то давай. Так, ну у меня пока, наверное, ответов нету. Я продолжу показывать созданный наш бизнес-процесс, как он работает. Давай, Иван, я опять беру управление. У меня же еще есть небольшой блок по поводу данных. Значит, во-первых, мы уже хотели сказать про красоту. Что, собственно, посмотрите, какая у нас получилась красота. Для чего мы, собственно, с вами рисовали на бумаге. И я много раз говорил, что как важно спроектировать. Фактически, после того, как у вас появился процесс на бумаге, его реализация в BitX24 – это дело техники. Вы просто с помощью опыта и практики поймете, как правильно реализовать условия, цепочки, различные уведомления. И сможете просто перерисовывать в редакторе фактически ту схему, которую вы сделали. Результат во многом зависит именно от проработки изначальной схемы на листике, даже, наверное, больше, нежели от того, как именно вы это реализуете. Это фундамент. Что хотел еще допомнить. Кстати, мы запускать будем? Да, конечно. Сейчас будем запускать. Давайте попробуем проиграть же. Покажем, что, собственно, у нас все получилось и что он заработал. Я передам тебе сейчас экран. Пока готовься к его запуску. Так, отдал тебе картинку. Так, забираю. Так, появилось изображение? Да, есть картинка. Хорошо. Так, и еще разочек. Значит, давайте с вами посмотрим. Конечно же, администратором. У обычного сотрудника, как правило, таких прав нет. Права администратора я предоставил нашему юристу, чтобы было просто удобно использовать потом его браузер. Так, а теперь мы переключимся в браузер Анны Деловой, который непосредственно является менеджером и которая должна создавать договоры. В живой ленте, в разделе «Еще» вызываем процессы, выбираем наш созданный процесс оформления договора и открываются те поля, которые необходимо заполнить. Наш менеджер заполняет поля, например, это у нас будет договор с произвольной компанией, какой-нибудь вектор, номер договора давайте вот используем 101-1, по сумме договора укажем 25 тысяч рублей и вставим непосредственно файл договора. То есть, например, Microsoft Word, создан текстовый формат этого договора, мы его сюда вставляем. После того, как все поля заполнены, значит, помним, что это поля у нас обязательные, то есть пока не заполнят, система не даст запустить бизнес-процесс. И вот эти вот красные звездочки, они как раз показывают, что поля являются обязательными. Все, все мы заполнили, нажимаем кнопочку «Отправить» и бизнес-процесс у нас с вами запустился. Сейчас, соответственно, наш менеджер, она, видит в живой ленте, что договор ушел на согласование непосредственному руководителю, Виктору Слободинову. Переключимся в браузер Виктора. Это у нас Mozilla. Значит, тут в правом верхнем углу видно, что это у нас Виктор. Вот он с бородой у нас такой. Соответственно, в уведомлениях ему пришло наше сообщение, которое мы создали. Вот вам необходимо согласовать договор. И видите, система автоматически подставила номер этого договора. Система взяла эти данные из поля и сюда вставила. Соответственно, если будет другой договор, то номер договора будет уже другим. В живой ленте, соответственно, у Виктора появилось задание. И еще раз напоминаю, что бизнес-процесс ставит задания, дублирует их в разделе «Бизнес-процессы», «Задания бизнес-процессов». Несколько в ином виде, как бы формат немножко другой. Но, в принципе, это то же самое задание – согласовать договор. И мы с вами видим, что здесь тоже в тексте написано «Согласовать договор». Система автоматически вставила номер этого договора с клиентом на сумму 25 тысяч рублей. Сумму тоже система вставила автоматически. Далее. Можно подробнее просмотреть наши поля договора. Для этого мы выбираем здесь ссылочку «Согласовать договор». Открывается отдельное окошечко. В этом окне мы можем перейти к документу. И здесь уже видно все те поля, которые мы с вами заполняли в самом начале. Соответственно, Виктор может этот договор открыть. Вот здесь вот выбрать раздел «Скачать», нажать кнопочку «Ок». Откроются текстовые форматы этого договора. Он может прочитать и, соответственно, принять решение. Допустим, Виктор у нас согласился, что все нормально. Он может дополнительно еще оставить комментарий внизу. Все правильно оформлено. Замечаний нет. И прикрепить его. Для этого нужно нажать «Отправить». И данный комментарий будет прикреплен к бизнес-процессу. Ну и далее, раз все хорошо, он нажимает кнопочку «Согласовано». Причем, посмотрите, здесь именно кнопочки подписаны так, как мы с вами их задавали «Согласовано» и «Несогласовано». То есть изменились кнопочки, как мы и задали. Согласовано. Далее у нас по нашему алгоритму, так как сумма больше 15 тысяч рублей, договор переходит к бухгалтеру, Ольга Иванова. Она видит, что у нее в уведомлениях появилась новая задача. Соответственно, если она откроет раздел «Задачи», то она увидит, что у нее есть задача внести дополнительные условия в договор. Открывает задачу, и здесь указано опять в тексте, что внести в договор 101.1 дополнительные условия предоплаты. Опять же, обращаю ваше внимание, что номер договора вставлен автоматически. Далее она решает эту задачу, изменяет, редактирует договор. После того, как отредактировал, нажимает кнопочку «Завершить». Все, задача завершена. Соответственно, договор переходит у нас к юристу. Переключаемся в браузер Максима Подгорного. Вот он у нас, отображается его фотография. И в живой ленте у него появляется новое задание. Согласовать договор с компанией ООО «Вектор». Соответственно, он может подробнее рассмотреть это задание и тоже оставить какой-нибудь комментарий. Добавить комментарий. Договор оформлен правильно. Все, этот комментарий мы прикрепим и нажимаем кнопочку «Согласовано». Ну и далее у нас, что по нашему алгоритму, соответственно, договор должен вернуться к менеджеру Кане. И ей должна быть поставлена соответствующая задача. Подписать этот договор и отправить клиенту. Открываем задачи. Видим, что здесь эта задача поставлена. Ну и после того, как наш сотрудник выполнит, завершит эту задачу, она нажимает кнопку «Завершить». И в живой ленте мы с вами видим, что наш бизнес-процесс, договор с ООО «Вектор» оформлен и, соответственно, завершен бизнес-процесс. Бизнес-процесс у нас работает. Все правильно мы создали. Но это мы с вами создали достаточно простой бизнес-процесс. Давайте сразу же рассмотрим некоторые возможности по его улучшению. Для этого мы перейдем в браузер нашего юриста. В данном случае он у нас еще является администратором. и откроем созданный бизнес-процесс. Процессы в ленте. Оформление договора. Открылся список наших договоров. Здесь видно, что указан договор с компанией «Вектор». И далее мы можем перейти в бизнес-процесс и выполнить дополнительные настройки. Что мы с вами покажем? Значит, первое, что можно улучшить? Сейчас давайте в презентацию переключимся. Какие мы предлагаем сделать улучшения? Два улучшения. Первое. Если юрист редко бывает в портале, то как он узнает о новом задании, которое появляется? Для того, чтобы он узнавал это задание, мы сделаем почтовое сообщение. Допустим, наш юрист постоянно пользуется почтой. Может быть, у него на мобильном телефоне подключена почта, и он всегда видит, что появляются какие-то новые почтовые сообщения. Соответственно, сообщение придет к нему на почту, и он увидит, что нужно что-то сделать в портале. И второе улучшение. Мы здесь указали, как узнать, что договор был согласован или нет через несколько месяцев. Действительно, если вы откроете список договоров через 2-3 месяца, то по такому виду, как здесь представлено, вы абсолютно не будете понимать, а этот договор вообще юрист согласовал у нас с вами, все нормально было с ним, а может быть он не согласован и вообще не подписан. Мы добавим сюда специальные статусы, которые будут показывать, что договор у нас с вами согласован или не согласован. И вот выполним эти улучшения нашего бизнес-процесса. Значит, сначала мы с вами добавим статусы новые. Как это сделать? Значит, перейдем в настройки, выберем поля процесса и добавим новое поле. Пусть оно будет называть... Зачем нам сумму? Нам нужен статус. Статус договора. Статус договора изначально заполняться не будет, поэтому обязательным это поле не должно быть, а вот по типу, по типу это будет поле у нас в виде списка. Что характерно для списка, то можно заранее задавать определенные значения. И здесь открывается закладочка список и нужные значения мы с вами зададим. Но это простые у нас будут значения. Либо согласован был договор, либо несогласован. Все. Два значения достаточно пока. Так, нажимаем кнопочку сохранить. И вот у нас появилось внизу последнее поле статус договора. Теперь переходим непосредственно в шаблон бизнес-процесса. Договоры нажимаем кнопочку и далее бизнес-процессы. Откроем наш бизнес-процесс. И мы говорили, что во-первых, перед тем, как действие перейдет к юристу, надо ему дополнительно отправить почтовое сообщение, чтобы он точно знал, что нужно согласовывать договор. Открываем раздел уведомления, выбираем здесь почтовое сообщение и перетаскиваем перед согласованием ставим. То есть надо сначала уведомить, а потом уже юрист будет согласовывать. Ну и давайте настроим почтовое сообщение, кому? Юристу. Чтобы потом четко видно было по действиям, кому предназначены эти задания. Так, отправитель сообщения. Ну, здесь можно указать, что по статусу это пусть у нас будет так, пользователи. Руководитель отдела Виктор Слободинов. Получатель сообщения – это юрист. В данном случае это пользователи. Максим Подгорный у нас юрист. Тема сообщения. То есть укажем, что нужно согласовать договор. Ну и текст сообщения можно подробнее описать, что нужно сделать. Согласовать договор. Давайте опять использовать номер. чтобы конкретизировать текст с клиентом. Сумму сразу укажем, чтобы он убедил, что договор может быть очень значимым. Большая сумма, например, в нем будет стоять. Рубли добавим. Формат сообщений не будем менять, пусть в кодировке той, которая и есть. 12.51 Windows будет задан. Так, ну и остальные, соответственно, параметры также без изменения оставим. Нажимаем «Сохранить». Вот. Все, почтовые сообщения юристу мы направили. Теперь нужно установить соответствующие статусы. Согласован наш договор или не согласован. Значит, где мы эти статусы установим? Значит, первое. Когда у нас руководитель отказал, значит, что мы поставим? Мы поставим статус «Несогласованный». Как это сделать? В разделе «Обработка документа» у нас есть действие «Изменение документа». Вот и это действие мы с вами разместим в отрицательной ветке, где у нас руководитель не согласовал. Выполним настройку. Так. В заголовке так и укажем, что это будет статус «Несогласованный». Далее мы должны указать, что где этот статус будет в соответствующем поле должно принять значение «Несогласованный». Это действие, соответственно, нам нужно еще будет разместить будет, когда юрист отказал нам. Выполним опять копирование. Мышкой перетащим в раздел «Мои действия». Отпустим. Так. Вот оно зафиксировалось здесь. И теперь разместим в отрицательной ветке, когда юрист не согласовал. откроем настройки, проверим. Все правильно здесь. Настраивать не надо. Ну и дальше нам нужно окончательно установить статус «Согласованный», если все было нормально и все наши сотрудники согласовали данный договор. Возьмем наш с вами статус «Несогласованный», разместим его в положительной ветке решения юриста, но перенастроим. Укажем, что это будет статус «Согласованный» и поменяем на «Согласованный». Договор «Согласованный». Сохранить. Все, мы внесли изменения, которые как бы улучшают наш бизнес-процесс. Сохраняем их обязательно. Ну и давайте протестируем, но очень кратко. То есть в первом же действии, например, наш руководитель отказал. Что-то там Анна сделала неправильно и руководитель нам сразу же откажет. Вот Анна у нас запускает процесс оформления договора, создает новый договор. Ну, с какой-нибудь другой компанией. Номер договора 102, дробь 1. Сумма договора. Важно. Электронную версию подключаем. Так, статус договора мы не меняем. Пусть так, как и есть. Нажимаем кнопочку «Отправить». Договор переходит к нашим руководителям, к Виктору Слободинову. Открываем браузер его. Смотрим, что у него в живой ленте появилось задание. Вот. Виктор посмотрел договор, ну и сразу принял решение. Не согласован. Все. Раз не согласовано, то бизнес-процесс у нас сразу завершится. И указан статус «Завершен». Действительно, Анна у нас получит сообщение, что подготовленный договор не согласован. Бизнес-процесс на этом завершился. Теперь. Перейдем. Опять вот, удобнее всего перейти в раздел, перейти в браузер нашего администратора, так как все права есть, и настройки можно дополнительные выполнять. И посмотреть, что же у нас происходит. Открываем процессы в ленте, оформление договора, вот, и видим, что у нас есть два договора. С компанией «Вектор», с компанией «Север». Но настроим этот список так, чтобы отображались статусы и дополнительная информация. Вверху на заголовке столбцов щелкаем правой кнопочкой мышки и выбираем команду. Строить список. Далее нам нужно выбрать те поля, как бы те колонки, которые должны отображаться в этой таблице. Значит, разделы нам не нужны, потому что мы договоры по разделам не классифицируем. Название договора пусть остается. Комментарии тоже нам будет удобно просматривать. Далее пусть будет номер договора, статус договора, сумма договора. Пусть будут вот эти поля. Далее, чтобы такой список отображался у всех одинаково, внизу данного окна настройки включим параметры. Установить данные настройки по умолчанию, чтобы всегда они так отображались, и заменить все настройки пользователей, то есть, чтобы они у всех были одинаковы. Нажимаем кнопочку «Сохранить» и вот видим, что данная таблица у нас перенастроилась. Теперь что мы видим? Что есть комментарии здесь. Вот можно мышкой щелкнуть посмотреть эти комментарии, кто что оставлял. Вот это очень удобно, потому что каждый сотрудник может что-то добавить и как-то характеризовать наш документ. Указываются номера договоров. И вот смотрите, у нас появился столбец, где указан статус договора. И последний договор у нас был не согласован. То есть здесь мы в списке теперь видим, что этот договор не согласован. И даже через некоторое время, когда вы откроете этот список, вы будете понимать, что договор с компанией «Север» был не согласован. Ну вот мы проделали определенные улучшения. Я думаю, что появилось достаточно большое количество вопросов. Иван их, наверное, уже посмотрел. Да, вопросов очень много. Молодцы участники. Это очень радует. Очень радует, что много конкретных вопросов. Мы постараемся в начале следующего вебинара, наверное, сделать блок ответов побольше, чтобы вам дать более конкретные ответы, чтобы мы сейчас на ходу их не запретем, чтобы конкретно можно сделать, если можно, то как, или такая задача не решается, лучше там попадать и по-другому. Собственно, я заберу сейчас презентацию, чтобы показать парочку элементов, те, которые планировал, и парочку ответов. Значит, очень много было вопросов про то, как в нашей схеме бухгалтер сможет изменить договор. Вот мы ему поставили отдельную задачу, что ему делать дальше. Значит, первое, мы действительно можем реализовать так, чтобы все уведомления включали удобные ссылки сразу на тот элемент, который нам нужно менять или смотреть. Будет задача, письмо и так далее. Мы это вам покажем в следующих вебинарах. Это уже работа с более сложным, так скажем, на более сложном уровне. Также, конечно же, более правильно делать не просто задачи, ну, в зависимости, конечно, от процесса. В нашем случае можно сделать не задачи, которые отдельно существуют от процесса, а именно задания по бизнес-процессу, где сразу видно все данные, можно сразу прикрепить новый договор, и он заменит тот, который был. Опять же, это более сложное действие. Нам понадобится работа с перерывами. Мы это покажем вам, скорее всего, уже за... не завтра, извиняюсь, а в следующем вебинаре. А сейчас у нас, по сути, есть ведь тот процесс, который запущен, да, он запущен по нашему элементу, из нашего процесса. Они все доступны. И мы настраиваем права следующим образом. Мы сейчас сделали доступ просто для всех, но мы можем отдельно дать права бухгалтеру, чтобы он всегда мог изменить. Мы можем в любой момент вернуться, перейти в нужный ему договор и загрузить новый файл. Как я сказал, это, конечно, не самый удобный и правильно организованный процесс. Мы покажем, как сделать правильнее и удобнее. Но уже будут нужны какие-то переменные, и далеко не все сейчас поймут, если мы будем делать сходу. Так что все по очереди. Собственно, что я хотел еще продемонстрировать. Скажите, ребята, вы видите мой экран? А то я так хорошо рассказываю. Так, я пока не вижу. Я пока что... Нет, ах, отлично. Буквально... Сейчас, секунду. Так, значит, еще раз. Всегда можно перейти в наши договора. Их, собственно, видно в списках. То есть мы можем любой из них открыть и уровень доступа сюда настраивается. Кто что может делать? Мы можем бухгалтеру дать права менять, и он может зайти и загрузить, собственно, новый документ. Здесь все понятно. Опять же, покажу, как сделать удобнее и лучше. Значит, что еще спрашивали? Про журнал. Конечно, у нас есть журнал. На подобном просмотре любого нашего элемента в процессах есть история, какие бы из процессов были запущены. текущий статус. Мы можем перейти по ссылочке завершен и посмотреть, собственно, что вообще происходило. Вот тут видно, что у нас, собственно, согласование с руководителем не прошло. Его сразу отклонили. Так, а у предыдущего мы можем посмотреть. Какой из них был предыдущий? Вот, да, у нас здесь история более полная. Видны все шаги, кто что делал, что была создана задача и так далее. Что хотел вам еще показать сегодня? Так, вообще форма вставки значения это только один из элементов, как можно указать данные общезначения для действий. Там очень много возможностей, и этому будет посвящен вебинар четвертый прям подробно. Что вообще вам доступно? Что вы вообще можете вычислить, указать? И с какими данными вы можете поработать? Сейчас мы уже активно работаем, и вы, когда будете делать домашнее задание, вы будете активно работать с вставкой значений. Что хочу, на что хочу обратить внимание. Значит, каждый наш документ, будь это список, процесс или, к примеру, лид, обладает своим набором полей. И те, которые вы создаете вручную, и те, которые доступны уже изначально в системе. Очень хорошее действие изменения документа. Оно позволяет вам понять, какие поля у вас вообще есть, к чему вы можете применять и устанавливать значения. Например, их можно посмотреть здесь. Обратите внимание, что когда вы выбираете значение, для какого-либо поля, мы нажимаем на форму, мы видим также много действий, много возможностей, параметры, примены поля. Мы об этом поговорим немножко дальше, но вот из полей документа нам доступен определенный список. Обратите внимание, что иногда он длинный, так как короткий, и почему так происходит, зависит от типа данных. Сейчас я указал, что хочу установить название. Это текст. И в виде текста я могу выбрать очень много данных. Все, что вообще, в принципе, у нас есть. А, к примеру, если я укажу, что я хочу установить, кем изменен, то это уже тип у нас пользователей системы. На самом деле здесь будет уже не так много данных. Вообще мне диалог предложен по умолчанию к пользователю обратиться. Но я могу также вернуться к полям документа. Здесь будет всего два значения, потому что только они являются пользователями. Кем изменен и кем создан. Это первый момент. То есть не удивляйтесь, что у вас здесь разный доступный перечень полей. Они зависят от, собственно, того значения, чему вы присваиваете, от его типа. Второй элемент, что эти значения полей документа доступны, будут разные. Сейчас мы с вами меняем процесс. Здесь кем изменен и кем создан. А если, к примеру, мы с вами будем менять лид, то обратите внимание, что у нас здесь будет немножко другой набор полей. Во-первых, по названию поля документа. Посмотрите, здесь совсем другой список, он гораздо больше. Здесь, собственно, все те поля, лида, которые доступны в интерфейсе и даже дополнительный ряд служебных вам здесь доступны, чтобы вы с ними могли работать. А если я сделаю, опять же, пользователя, что у нас здесь, пользователь, ответственный, да, поля документа, обратите внимание, они здесь другие. То есть, если у нас здесь кем изменен и кем создан, то здесь ответственность и стателита. В принципе, вы, работая вот с этой формой, поймете, какие поля вам доступны до того или иного объекта и сможете, принимая их, реализовывать ту или иную задачу. Собственно, все, что хотел показать здесь. И еще раз такой анонс. В эмбинаре четвертом мы с вами доберемся до всех-всех возможностей. Мы постараемся максимально просто, понятно, объяснить, что вы вообще можете сделать, какие есть возможности. Их реально очень много. Собственно, Михаил, если есть на что поотвечать, давай поотвечаем. Если нет, то пойдем дальше к новых средствам. Давайте на парочку вопросов ответим. Значит, конечно же, здесь, помимо вопросов, много ее рекомендаций, наших слушателей, что можно лучше сделать так или так. Действительно, можно сделать еще лучше. И вы, конечно же, эти улучшения можете использовать в своих бизнес-процессах. Мы пока что показываем достаточно простые действия, которые можно выполнить вот на самых первых шагах создания. Ну, далее спрашивают. Вектор останется у нас без статуса, так как первый бизнес-процесс статусы не поддерживал у нас. Действительно, теперь у нас вектор останется без статуса, но если пойти в настройки... я, наверное, Иван, переключусь. Давай, сейчас отдам тебе. Покажу монитор. Видим, обновилось. Так, все, есть изображение? Есть. Хорошо. Значит, давайте переключимся в наш портал. Так, у нас с вами вектор без статуса. Значит, мы выберем действие. Изменить. Откроется у нас окно с полями нашего документа. И вручную мы зададим статус. Согласован. Сохраняем. Так, и вот теперь в нашей табличке статус у нас согласован. То есть, если у нас были какие-то старые договоры, в которых бизнес-процесс работал каким-то другим образом, то вручную можно будет потом скорректировать эти данные. Далее. Подсказывают как бы нам и обращают внимание, зачем показывать статус сразу. Действительно, как бы пользователь может этот статус сразу заполнить. мы имеем ввиду, что вот здесь вот когда процессы, оформление договора и вот поле показывается статус. Вдруг пользователь у нас сразу возьмет и поставит статус согласован. Действительно, этого можно избежать. Когда мы выполняем настройки полей, то в настройках мы можем задавать. вот у нас есть галочка показывать в форме добавления и показывать в форме редактирования. Чтобы пользователь не видел этого статуса, не мог его вручную поменять, мы эти галочки действительно можем снять и, соответственно, статус станет служебным полем. Это поле будет для нашего сотрудника невидимым, но оно будет в ходе бизнес-процесса работать и статус будет устанавливаться. Потом в результатах то есть в той таблице, которую мы в конце концов получаем, то здесь у нас эти статусы будут отображаться. А при запуске бизнес-процесса этих статусов не будет. Далее про цикл спрашивают. Основная же задача все-таки согласовать договор, то есть после всех исправлений сделать договор, который мы отправим клиенту. Циклы как раз мы рассмотрим на следующих вебинарах и мы этот бизнес-процесс, который мы с вами сегодня создавали, мы его будем дальше дорабатывать, постепенно улучшать и показывать какие-то возможности, которые можно использовать в бизнес-процессах. И еще говорят, когда поставлена задача, то человеку нужно будет задача поставлена, он открыл, прочитал эту задачу, а далее ему нужно будет пойти самому в раздел процессы, открыть договор и этот договор посмотреть. Для того, чтобы облегчить вот этот, чтобы можно было сразу переходить, можно делать ссылочки. И как делать ссылки в тексте задачи, это мы тоже с вами рассмотрим, покажем, как можно улучшить вот, так сказать, пользовательские свойства нашего бизнес-процесса, доработать определенным образом интерфейс, чтобы стало более удобно. Вот, на это я хотел бы обратить внимание, ответить на некоторые вопросы наших слушателей, и далее, наверное, я думаю, Иван, мы сейчас перейдем к оглашению нашего домашнего задания, что мы рекомендуем сделать пользователям. Пожалуйста, Иван. Да, это так. Значит, отлично. Забираю себе. Еще был, пожалуй, один вопрос, на который я хочу дать ответ. Он очень жизненный, мне кажется. В чем отличие процессов и бизнес-процессов? Действительно, когда знакомишься с системой, может возникнуть путаница. Давайте еще раз подчеркну. Под процессами мы называем сами объекты. Это то, что вы создаете. Договора, счета на оплату, попить кофе, придать наличие и так далее. Это мы называем процессом. То есть, это еще не шаблон, по которому будет идти путь, а это сами объекты. Они так называются, чтобы было удобнее пользователям, которые будут непосредственно с ними работать. Для разработчиков может возникать некоторая путаница. Поэтому процессы, это то, что мы с вами видим здесь. Это наши по сути списки, но они так называются процессы, потому что они у нас будут в ленте, пусть будет видеть в ленте процессы, а не некоторые списки. Так удобнее. И уже получается по процессам мы с вами запускаем бизнес-процесс. Вот так вот, чуть-чуть с фотофтологии, но тем не менее. Вот он процесс, оформление договора, это наши элементы процесса, получается, и уже по ним мы будем запускать бизнес-процесс. Вот у нас здесь список, соответственно, редактор. Я надеюсь, что здесь мог прояснить. Ну что же, тогда завершаем наш вебинар. Сегодня мы последним блоком, это вопросами разбором домашки чуть-чуть и выдачей новой. Подведу итог. Мы вам показали и объяснили, что такое документ, чтобы вы здесь не путались. Мы вам показали, как делать самый простой пока шаблон бизнес-процесса, и я надеюсь, что вы уже сможете сами реализовать аналогично. И показали, как, собственно, настраиваются основные действия, как вообще с ними работать. Дальше мы как раз-таки познакомимся с переменными константами и научимся применять их для решения более сложных задач. Это нам и позволит делать выбор руководителя, делать удобные ссылки, задавать сразу пользователя, который будет что-то согласовывать, чтобы он был не просто в процессе указан, а сразу для системы и так далее. Это нам позволит реализовать ссылку, но вообще посмотрим на более сложные действия. Покажем вам, как делать ввод данных прямо в процессе, не переходя в отдельные задачи. Домашнее задание урока первого. Мы вас просили выполнить графическую реализацию процесса, который мы задали с помощью текста. Не могу сказать, что даже так, классно, что прислали много решений. Это прям порадовало, и решения прислали в самом разном виде. Кто-то профессионально описывал в нотациях, кто-то на листике, но в целом мы видим, что мы смогли донести и у слушателей курса получалось реализовать. Спасибо вам большое, делайте задание и дальше, это и есть ваше обучение. Вот представлен наш вариант ответа, как должна была ли выглядеть схема. Опять же, в целом, здесь не так много нюансов, как можно ее по-разному реализовать. У нас есть условия, цикл, цикл у нас в согласовании с руководителем, что нужно заявку согласовывать, пока она не будет согласована окончательно, и дальше у нас ряд условий по сумме и утверждения у директора или у главбуха. Соответственно, если мы не утверждаем, то мы сразу переходим к концу бизнес-процесса. В общем-то, основные вопросы связаны, что не получалось, мы бы попросили дать обратную связь, она была связана именно с тем, что делать, если не утвержден. Фактически, у нас есть два основных пути по тому, как мы можем решать, как мы можем строить разные цепочки. Это либо бизнес-процесс у нас сразу завершается, если что-то не утверждено, и чтобы мы могли что-то изменить, мы должны будем снова создавать бизнес-процесс и запускать, изменив данные. А второе, мы можем делать соответственно цикл, мы можем возвращать на предыдущий этап, пока не утверждено, и утверждать там. Если бизнес-процесс получается достаточно длинный, так скажем, даже не то, чтобы сложный, а длинный, у меня много цепочек согласований, вы хотите не просто завершать, а добиваться того, что документ утверждается, изменяется столько раз, сколько нужно, пока не будет утвержден, скорее будет удобнее реализовывать через бизнес-процесс со статусами, как это делать, мы уже покажем в следующей части курса. Но в целом, пути решения в общем-то по двум направлениям. Собственно, домашка номер два. Мы рекомендуем вам реализовать теперь уже непосредственно в редакторе тот самый бизнес-процесс, который вы рисовали. И мы тоже делаем упрощение. Я еще раз переключусь, обратите внимание, у нас был цикл на первом этапе согласования с руководителем, да, если он не согласован, мы отдавали. Пока что мы не научили еще, как делать циклы, мы вас попросим реализовать, ставим задачу упрощенный бизнес-процесс без цикла. Если вы не согласовали, то мы сразу завершаем наш бизнес-процесс. Все остальное по условию. Цикл вы будете в него уже сами добавлять после третьего вебинара, когда мы покажем, как именно это делается. Пока реализуйте хотя бы эту часть, но реализуйте. Собственно, сроки, пожалуйста, до пятницы, до 27 мая включительно решите задание. Также с критшотом обратной сесс мы попросим вас прикрепить. Ссылочку мы дадим в материалах по итогу урока. И 31 мая, в следующий вторник, перечень, давайте новый материал, мы всегда посмотрим, опять же, что здесь не получалось, какие возникали частые вопросы. Подведу итог, что после будет запись материала, мы всем сделаем рассылку, и если вдруг вы письмо не получили, то с формы регистрации на вебинар, или там же, где материалы первого урока, там же появятся и вторые. Вы можете решать задание, используя аккаунт BitX24 с тарифом не менее команды, или можете включить демо режим в бесплатном аккаунте. Если вы уже включали, то создайте новый аккаунт и включите себе там. Собственно, у нас все. Спасибо Богу большое за такое очень активное участие. Ваши вопросы очень по существу. Миша, я предлагаю в следующий раз дать больше блоков ответов на вопросы, они очень существенные. Да, я думаю, что теперь будут очень конкретные вопросы. Когда наши слушатели потренируются создавать свои собственные бизнес-процессы, мы предлагаем, конечно же, первый раз по образцу сделать, как я показывал, и второй, это самостоятельно сделать то домашнее задание, про которое говорил и вам. И, конечно же, те вопросы, которые у вас появятся, мы постараемся их рассмотреть в начале следующего вебинара, отдать какие-то пояснения, выбрать те, может быть, как бы проблемы, у которых возникли в большинстве случаев. Понять, где пользователи как бы спотыкаются, определить эти места и про них поподробнее рассказать, объяснить на следующем вебинаре. Так, ну, думаю, что мы на сегодня будем уже заканчивать. Да, Иван? Да, на сегодня все, мы немножко вышли за полтора часа, но планировали полтора-два, в общем-то, час сорок пять, я думаю, это прекрасно было. Спасибо большое всем участникам. Так, ну что ж, я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания, до встречи на следующем вебинаре. Счастливо. До свидания. Счастливо.